В 4 утра в небе над Дамаском стало светло. Появились первые срочные сообщения о массированном ракетном ударе. В это же время стало понятно, ракеты сбивают на подлёте к целям. Тогда главный вопрос был, сколько томогавков и ракет класса воздух-земля найдёт свои цели. В Вашингтоне, судя по всему, уже готов был победный доклад. Его и озвучили. Мол, всё, что хотели разрушить, разрушили. Но реально... Предложил россиянам лечиться отваром из коры дуба. Швейцарская лаборатория отвергла заявление Лаврова о деле Скрипаля. Жаров поддержал блокировку IP-адресов Amazon и за Telegram. Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет а-ля Новый Ленин с большим носом. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что вслед за Telegram в России будет заблокирован Facebook. Бедная Мария Захарова. МИД не исключил прекращение авиасообщения США. Аналитики заявили об опасности разгрома в новой Крымской войне. Расскажу, кого Россия должна поддерживать на Ближнем Востоке, а кого не стоит ни в коем случае. Все по порядку. Поехали. Итак, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой предложил россиянам лечиться отваром из коры дуба. Ранее в Государственную Думу снесли, но тут написано снесли, почему-то в комсомолоке, законопроект, предлагающий ограничения на импорт лекарств. Алкогольной и табышной продукции стран, поддерживающих антироссийские санкции. Очевидно, тем самым лечиться, Петр Толстой предложил очевидно лечиться тем самым иркутским боярышником с метанолом, благодаря которому 78 людей скончались в Иркутске в конце 2016 года. После такого заявления, пусть в шутку, пусть в разговоре с Борисом Надеждиным, депутат Толстой должен подвергнуться политической анафемии. Как его однофамилец в свое время, только его знаменитый однофамилец подвергся анафемии от церкви, а депутат, точнее вице-спикер, должен подвергаться анафемии от своих же депутатов. Потому что Петр Толстой не мог не понимать, что пусть даже он пошутил, но таким образом его шутка будет расценена как прямая аналогия с трагедией в Иркутске. Кстати, обратите внимание, два года назад Иркутск был на слуху, теперь Кемерово. Урал забрахлил, мягко говоря. Госдума не место для ума. Я лично думаю, что вполне может возникнуть бунт именно против парламента. За такие слова именно работу депутатов граждане больше всех не одобряют и критикуют. Депутаты наносят больше вреда, чем эти депутаты, и наносят даже прогнившая судебная система. Ну конечно, когда ты берешь на федеральный уровень людей, которые занимались боксом или фигурным катанием, как депутат Толстой телевидением, а не законотворческой и правопроменительной практикой, то у тебя будет не гусдума, а гусдура. Все идет к авторитарной монархии де юра, потому что парламент наш, это даже хуже кровавого Путина. Кровавый Путин хоть чем-то занимается, в отличие от этих мудаков. Петру Толстому я советую побывать в типичной уральской сельской больнице, чтобы потом не тявкать по поводу боярышника. Это просто неприемлемо и антигуманно по отношению к своим гражданам. Надо законодательно обязательно лечиться депутатов в обычной городской больнице и не в одной отдельной больнице, оцепленной Росгвардией, а в разных. Вот тогда что-то мне подсказывает, что медицина поднимется на более высокий уровень и не придется лечиться корой дуба. А хамса странных депутатов больше не будет. У нас, кстати, в свое время отменили уроки этики. И вот он, результат. Хамло, депутат. А когда ты был хорошим журналистом в те благословенные медведевские годы. Конечно же, после такого, ну, понимаете, бывает, что там пошутил, ха-ха, хи-хи. Но бывают шутки просто неуместные. Например, никто же не шучит про трагедию в Беслане. Или никто не шучит про Нордовост и так далее. Почему депутат Толстой позволил себе шутку, шутку про Боярышник, которым отравили 78 людей в Кемерово. Или депутат Толстой забыл эту трагедию. Ну, тогда грошится на такому депутату. Особенно, если когда он не просто депутат, а заместитель председателя Государственной Думы. Идем дальше. Набившая оскумину дело Скрипаля. Швейцарская лаборатория ответила на заявление Сергея Лаврова о деле Скрипаля. Сергей Лавров упоминал, что Скрипаля траванули газом Безет, который производит и хранит у себя на складах Швейцария. Мирная, нейтральная страна, да и Россия с гигантскими территориальными амбициями и статусом газовой империи. Ну, конечно же, в логике Лаврова газ британцам для провокации предоставила Швейцария. Это информационный залп по мирной стране. Российские бойцы информационного фронта, видно, хотят уже не глотать сирийскую пыль, а пробовать чистейший горный шоколад. У меня нет других объяснений, причем британцы говорят конкретно, где был произведен этот газ, в какой именно российской лаборатории Шахана, для тех, кто не в курсе. А мы нашли первый попавшийся под описание газ таблица Менделеева, посмотрели на карту, бум, точно Швейцария, никто больше. Вот ответ Швейцарии на обвинение в химической атаке. Десять дней назад пританцы нам передали газное исследование, и у нас, у швейцарцев, нет сомнения, что это газ-новичок, и он был произведен в России. Все, точка. Исследования велись под жесточайшим контролем ОЗХОО. Не перед жестким, а перед жесточайшим контролем. Лавров не праве обвинять маленькую, но гордую страну в использовании боевого газа. Причем, я когда смотрел пресс-конференцию Лаврова, то на заднем фоне, и это было видно, его помощники передавали заготовленный текст Маргариты Симоньян. Именно она отвечает за пропаганду Рашкина о стране мира. И, понятно, бедная Швейцария, к тебе скоро приедет Русня, берегись. Ну и если уже не приехал. Ну имеется в виду не просто какие-то русские там, а вот те, да, те кто там, те там устраивают теракты, диверсии, ну и прочее. Ну и в МИДе заволновались, где скрипали, что случилось, отдайте России их завершение дела новичка. Прямо таки требуют показать Юлю и его отца. Но все тщетно. Ходят слухи, что их перевезли в США. Не уверен, ибо мы знаем на примере Владимира Карамурзы, что российское зло давно обосновалось в США. Если, ну это не означает, что Владимир Карамурза зло, это просто имеется в виду история с его отравлением в Соединенных Штатах. Так вот, если из Скрипалей спрятали где-то, то наверняка, например, на Фонклэндских остролах туда не летают российские самолеты и не ходят туда наши корабли. Прямо как в песне. Только разве что подлодки. Но на это пока в Кремле не пошли. Опять Россия унизила целую миролюбивую страну. Посредством таких заявлений Сергея Лаврова. Дальше пойдем. Жаров. Так, 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 сейчас сообразим. А, дальше, да. Да, дальше мы продолжаем эту тему. Россия, очевидно, хочет подсыпать, и это я напомню в серьезе, вот еще напомню в серьезе говорю, Россия, очевидно, хочет подсыпать газ-новичок в каждую швейцарскую шоколадочку. Держись, Швейцария! Украина с тобой против России! А Россия опять террористическая организация. Кто бы там что мне не говорил, что подтверждает обилие негативных комментариев россиян, в частности, в адрес меня и, собственно говоря, украинцев. Вот теперь идем дальше. Фольстат у нас был немножко, но ничего. Жаров подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram. У нас в выгрузку поступила под сеть Amazon, на которую перешел Telegram. Третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Роскомнадзор изучит сервисы, которые позволяют обходить блокировку мессенджера в России, но чтобы потом их прикрыть. Кстати говоря, на Эхо Москвы... Да, тут я немножко стукачом заделась. Был размещен пост, как обходить блокировку Роскомнадзора с указанием конкретных ссыл. Естественно, я эти ссылки вам не покажу. Ищите на Эхо Москвы. Как обходить блокировку? Интересно, работает ли сейчас сайт Эхо Москвы? Но если да, то наша власть прекрасно понимает, что интернет принадлежит не им и обучает посредством блокировки Telegram граждан простому хакерству. Если не шутить, то получается вот что выходит. Павел Дуров бросил вызов самому ФСБ. А с ФСБ шутки плохи. Логика понятна. Telegram единственный мессенджер, который не прослушивается и не взламывается. Он так технически устроен. Потому что ключи шифрования находятся у самих пользователей. Но ФСБ на это пофиг. И ФСБ требовал и требует то, что Дуров должен выполнить решение суда. Но Дуров-то он не может, потому что это технически невозможно. Еще раз. То есть ФСБ заняло изначально на такую позицию, что Дурову было просто не отвертеться. И он начал бравировать и говорить, что нам пофиг, в том числе Telegram, пофиг Россия. На примере Telegram власть нам показывает, что любые инновационные проекты в России обречены на провал. Ну просто потому, что наша власть не поймет, что это такое и запретит от греха подальше. Средневековье в России, кстати говоря, ну начнется, тут у меня написано начнется, но продолжится, да, 7 мая. С дня коронации Владимира Владимировича. Хотя она уже давно идет полным ходом. Можно сказать, что ФСБ тут морально проловит. Именно с Telegram террористы ИГИЛ дали команду подорвать пожарный или противопожарный, не знаю, как это называется, баллон в питерском метро год назад. Ну если бы ни одно, но борьба с терроризмом это, конечно же, хорошо. Однако ФСБ демонстрирует полную некомпетентность и откровенную профнепригодность. Они не могут своими ресурсами взломать какой-то там, ну пусть не самый обычный, но все-таки мессенджер. То есть ФСБ это вот им не бизнес отжимать, когда дело доходит до реального обеспечения безопасности граждан. Ну вы вдумаетесь, да, спецслужба, спецслужба, которая не может взломать, ну сайт. Да, я уже говорил, что ключи шифрования там находятся у пользователей, поэтому это взломать невозможно. Ну так ведь спецслужба, так ведь ФСБ, она и Федеральная служба безопасности, чтобы найти способ взломать мессенджер. А иначе зачем, вот просто зачем оно? Ну, обеспечивать безопасность, ну как-то после всех различных терактов прям не скажут, что они обеспечивают безопасность. При всем уважении. Почему, почему так вот топорно, топорно, то есть они не смогли взломать сервак, этот самый телеграмовский, и решили его тупо запретить. А они вот, в голову им не приходило, что террористы могут, например, пользоваться вайбером, ватсапом, другими приложениями, которые есть на белом свете. У нас прослушивают и просматривают в соцсетях, и я к этому фактору прошусь довольно-таки нормально. Понимают, чтобы быстро обеспечить выявление террористической ячейки и обезвредить до теракта, иногда приходится действовать, ну мягко говоря, не вполне легальными методами. Но, но, причем тут телеграммы, почему вообще надо блокировать? Наоборот, надо создавать, ну я не знаю, условно говоря, какой-нибудь ник, ну допустим, Виктор Лупянков. И там мониторить, мониторить это вот пространство и отслеживать, кто там пишет, там мы там бородачи пойдем там в метро, там втроем сумка такая большая, и там, и там дальше, как там достать таракел или что-то в этом роде. Нет, ФСБ почему-то эту работу в телеграмме не проводит, что вообще-то должно быть, она просто его блокирует. Дуров в свою сеть впускал только террористов? Да нет, конечно же. Как бы парадоксально это ни подлучало, но спецслужбы, которые могут отразить любую угрозу государственной безопасности, в том числе и киберпространстве, взламывают вас и меня тайно и без всякого шума, а уж тем более без всякого суда. А тут на тебе и блокировка. А те, кто не могут этого сделать, те блокируют все сети. То есть нормальные спецслужбы взламывают телеграмм для того, чтобы действительно получить доступ к переписке террористов и прочих врагов, реальных врагов Родины, реальных, а не фейковых. А ненормальные спецслужбы, которые отжимают бизнес у бизнесменов, они тупо все запрещают. Террористов, кстати говоря, из-за блокировки телеграмм не станет меньше. Ведь терроризм как фактор, как понятие намного страшнее и старше интернета. ФСБ сейчас идут ради карьеры и денег. Плюс статуса, но никак не для обеспечения защиты своих граждан. Есть, конечно же, исключения, но они мизерные. Так, недавно в Самаре задержали двух полковников Федеральной службы безопасности. Полковников Федеральной службы безопасности, которые требовали от бизнесменов переводить деньги на самые обычные банковские счета Сбербанка. Полковники ФСБ на самые обычные счета Сбербанка. То, что их может проверить собственная служба безопасности и отледить все трансакции в голову полковникам еще раз. Еще раз, не обычным каким-то ФСБшникам, а полковникам в голову не пришло. Ну, о чем мы говорим? Грош цена такой подготовки ФСБ и такому ФСБ. Они не обеспечивают, к сожалению, беспеку нашей стране. Тогда, когда надо, и тот же пример с Питером, тому доказательство, но когда все-таки теракт случился, когда ФСБ проморгало теракт, и что-то мне подсказывают, что блокировка телеграммы этого не изменится, оно коем-нибудь теракт профукнут. Но самое смешное, что и депутаты, и сам Верховный главком даже и понятия не имеют, что же такое интернет, а под понятием обеспечения госбезопасности понимается не охрана жизни и здоровья граждан, а несменяемость режима. Павла Дурова просто выкинули из России пинком под зад, как главного инноватора. Сказали, что нам твои изобретения не нужны, мы будем нефть катясь, и газ пошел от тебя из России. Что позволяет судить о России, как о таком острове дураков из романа Николая Носова про незнайка на луне. Именно дураки и нужны путинскому режиму, чтобы обеспечивать его лояльность и несменяемость. А умные люди не нужны. Вот они и уезжают из страны или их выгоняют. А их творения в нашей стране блокируются. Власть палит из пушки по воробьям. Стоило им заблокировать Телеграм, как тут же под сдачу попал Амазон. И онлайн-кассы не могли работать у сотни магазинов по всей стране. И это потому, что внедрение онлайн-касс с весны этого года обязательно для всех супермаркетов, книжных магазинов или просто магазинов. То есть они сначала обязали ввести онлайн-кассы, а потом запретили Телеграм, средство, на которое встроен ключ, благодаря которому онлайн-кассы работали. То есть они сначала требуют одно, потом блокируют другое и решают другое. И это самое решение приводит к фактическому неисполнению другого решения. Непродуманность очень высока. Просто очень высока. А ведь их обязали онлайн-кассы поставлять в каждый магазин. Вот тебе и величайший стратег Путин со слов Пескова, сказанного им за две недели до новых санкций и до ударов по Сирии. Даже в Иране, где Исламский корпус Старшей революции, где Исламский проповедник управляет страной, даже в такой стране разрешен Телеграм. А у нас... А у нас... Я еще раз повторю. То, что ФСБ говорит, что надо обеспечивать национальную безопасность, не спорю. Но так-то полно работать не надо. Идем дальше. К армянам. К армя... Эх, армяне. Так вот. Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет. О как! Никол Пашинян, возглавляющий протест в Армении, заявил, что в республике проходит бархатная революция, суть которой не допустить избрания экс-президента Армении Сержа Сарксяна на должность премьер-министра. Надо парализовать весь Ереван, сказал Пашинян. Участники акции протеста в любой момент могут захватить любую улицу или площадь для блокады госсведомств Армении. Участники акции устанавливают блокпосты по всей республике, которые пропускают обычных граждан, но будут задерживать служителей Республиканской партии Армении, блокировать работу метро и общественного транспорта. Там произошла реформа Конституции, теперь в Армении, и главнее премьер, а не президент. То есть выборы президента там были еще более бессмысленные, чем в России. Серж Сарксян явно не хотел просто так отойти из властителей и переклассифицировался на другую должность. Данная реформа, как мы видим, оказалась абсолютно бесполезной. Вот народ и вышел на улицы. Интересно, что избранный президент Армин Сарксян, не родственник Сержу Сарксяну, имеет английское гражданство, и народ его власть не ставит под сомнение. Армении армяне протестуют против своего экс-президента и будущего премьера Сержа Сарксяна, а он ставленник всесильной Московии. Москва, Московия терпит в Армении поражение. Сначала в Грузии в 2003-м, или в 2004-м, я вообще не помню, когда Саакашвили и Избали, но по-моему в 2003-м. Потом в Украине в 2004-м и 2014-м году Казахстан уже объявил о том, что переходит на латиницу. В Узбекистане и Киргизии были не так давно базы НАТО. Лукашенко ведет свою двойную игру и никак не хочет мириться с путинскими антисанкциями Западу. По большому счету, всем уже пофиг на это самое СНГ. Все хотят в ЕС и НАТО. Ну, Казахстан еще грезит о союзе с Китаем. Да, я сам понимаю. Помню, как поймал спутниковый радиосигнал Казахстана. Там передавали сообщение, как Насултан Назарбаев так хорошо принимал у себя дома лидера ЦК Компартии Китая. Так хорошо, что Путина даже так не принимал, как лидера Китая. На тот момент это был Хундентау, я помню. Так вот, Армения маленькая бедная страна. Там нет нефти. Она окружена врагами Азербайджаном, Ираном, Турцией, у которых, кстати, Путин записан как союзник. Вот мне непонятно, как Владимир Владимирович будет объяснять армянским коллегам, почему он сдружился с теми, кто веками дербанил Армению и устраивал геноцид в республике. А ведь Армения содержит нашу базу в Гюмри, где, кстати, регулярно подстреливают местных жителей и приближенных к базе российские, ну, в Армении это, наверное, не так не чувствуют, но, тем не менее, оккупационные войска давно говорили, что что все-таки во имя восстановления географической справедливости провинцию Нехачеван надо из Азербайджана перевезти в Армению, а Карабах отдать Азербайджану. Так бы размышал Путин и воплотил бы даже это в жизнь, если бы Россия была бы действительно империей, а не современным, а не сырьевым придатком Китая. Армяне, молодцы! Даже мой отец втайне, даже мой отец ватник в третьем поколении уважает, как он их называет, носатых. И это несмотря на то, что один из выходцев данной республики чуть было не увел ее жену, ну, мою мать, в 2009 году. Но так как программа не личных историй, а программа сейчас о политике, эту историю я расскажу в другой программе. Да, в какой-нибудь... Пусть говорят. Но сейчас программа о политике, и поэтому идем дальше. Тема интернета не отпускает нас. Голова Роскомнадзора Александр Жаров заявляет, что вслед за телеграммом в России будет заблокирован Facebook из-за того, что он не хранит данные своих пользователей в России. Но если сам Роскомнадзор думает, сейчас там мы всех правонарушители к ногтю, и в топку, и все, то он ошибается. И сразу же после блокировки телеграмм хакерской атаки был подвергнут сам сайт Роскомнадзора. Ответочка им прилетела, так сказать, от наших людей. В результате чего десятки реально опасных сайтов с точки зрения безопасности, ну, то есть там, где продавались наркотики, оружие, были открыты на потеху публики в Яндексе, и в Гугле, в Мэйле, ну и так далее. Ну, там, где на кота оружие. Хотя надо было бить не по сайту Роскомнадзора, Роскомнадзор ведь исполнители, собственно говоря, а по госуслугам, например. Ну, а чтобы простых граждан на это не трогало, лучше всего по сайту Кремленру. Многие в России пеняют на то, ну, а вот как же патриотический акт, по которому АНБ вполне легально следило за гражданами США, а Фейсбук сливал информацию в БР, ЦРУ, ну и прочим. А вот именно, что обратите внимание, что сначала власти США, а в частности Конгресс, приглашает Марка Цукерберга в свое заведение, чтобы тот ответил на вопросы интересующие властей США, он может отвечать «да», он может отвечать «нет», он может брать раздражающие сенаторов вещи и даже вопреки Конституции США говорить откровенную ложь. Но ему ничего за это не будет, ибо Конгресс это несут. А теперь вспомните, был ли приглашен Павел Дуров в Государственную Думу? Ответ – нет. Павел Дуров был приглашен, минуя парламент сразу же в суд, где на него было состряпано заранее административное дело. Кстати, по независимым данным, число VPN-щиков, то есть те, кто обходит блокировку сайта Роскомнадзора, возрастло после блокировки Телеграм в 500 тысяч раз. В 500 тысяч раз. То есть, мало того, что блокировка Роскомнадзора неэффективна с точки зрения технической точки, так еще и наносит вред бизнесу, который как бы законопослушен и который соблюдает все законы, платит налоги, я уже говорил про онлайн-кассы. Ну, собственно, тактика блокировки враждебной информации оказалась неэффективной еще в СССР, когда блокировали вещания BBC и «Голоса Америки». Но их все равно слушали. Находились умельцы, которые паяли свои радиоантенны, чтобы слушать BBC по ночам. Ну, почему по ночам? Потому что, во-первых, днем ты работаешь, а во-вторых, ночью крутили запрещенную в СССР рок-музыку. А это ведь было еще тогда, когда контролировать информацию было намного проще, чем сейчас. Да, кстати, интересный факт. Казалось бы, у многих высокопоставленных формально людей были, да и сейчас есть телеграм-каналы. Но это все не спасло телеграм, ровно потому, что все эти чиновники к реальной власти в стране не имеют никакого отношения и реальная власть, понятно, у кого, у ФСБ и экс-КГБшников. Тактика подавления враждебной информации привела к обратному эффекту. Все, что говорили тогда на BBC, воспринималось за чистую монету. Ну, и СССР приказал долго жить, как мы все с вами понимаем. И сейчас. А сейчас там VPN, прокси-сервисы и так далее. Слушать западную информацию стало еще намного проще и удобнее. Любой школьник может сейчас скачать вот этот самый прокси-сервис и общаться в телеграм-канале. Приведет ли блокировка Фейсбука к массовым акциям протеста? Не знаю. Все-таки в Фейсбук общаются русскими в основном с русскими. То есть, они могут общаться теоретически и, конечно же, в ВКонтакте и в Одноклассниках. Но можно говорить о тенденции сначала Телеграм, потом Фейсбук. И понятно, что вершина этого всего будет Ютуб и Гугл. Запретительных тенденций. И вот тогда-то начнется так называемый в России Гугл-бунт. Я его легко прогнозирую, пока непонятно, к чему он приведет. Но хорошего точно ничего не будет. Потому что кто бы там чего бы мне не говорил про мессенджеры, биткоины, что там у них еще есть, другие какие-то сервисы. Все-таки, все-таки главный контент это в интернете музыка и видео. А где больше всего музыки и видео? Правильно, на Ютубе. И когда хлопает Ютуб, вот тогда-то и начнется все ровно, потому что аналог Рутуб зависает очень часто и там нет некоторых опций, доступных Ютубу. К слову, например, на Рутубе нет монетизации. Призывать к митингу можно и через вполне проправительственные ВКонтакте и Одноклассники, имейлы. Кстати говоря, Навальный призывает и мы выходим. Да, то есть я вот его спокойно смотрю через, например, не знаю, Одноклассники есть или нет, но ВКонтакте я его смотрю спокойно. Пока не верю, пока что. В этом смысле он даже поважнее Навальный и Гугла. То есть, если вот, допустим, Навальный не призовет, то мы не выйдем. Но самое что неудобно для власти мы именно что выйдем. И именно я уверен, что Алексей именно когда будут такие действительно мастердонты интернета как Facebook, Google будут прикрыты в России, он призовет нам митинг через проправительственные ВКонтакте. И это такое, знаете, древнефилософское да, и ты, бруд, когда Гай Юлий Цезарь спас его от смерти, он потом предал его. Ну, естественно, из лучших побуждений. Ну, вот, эта история напоминает чем-то теперешнюю. Да, действительно, возможно, еще раз повторюсь, акции массового неповиновения из-за цензуры в интернете, но только после того, как будет заблокирован YouTube. Да. То есть, до этого можно будет блокировать Facebook, блокировать одноклассники, никто не выйдет. Ну, никто, потому что есть нормальные аналоги. А вот, когда забанят YouTube сам и Google, ну, Google хозяин YouTube, тогда все выйдут на акцию протеста, потому что сопоставимого эквивалента YouTube пока российская власть не придумала. МИД и РФ не исключает прекращение авиасообщения США в связи с тем, что власти США задерживают и то, а то и вовсе не выдают визы в США пилотам аэрофлота. Аэрофлот единственная авиакомпания, единственная авиакомпания, которая летает из России в США. Власти США уже год назад предупреждали Кремль, что в случае ответных контрсанкций России против Запада у России начнутся проблемы с выдачей виз. И вот это началось. Впервые с этим столкнулись пилоты аэрофлота и аэрофлот в целом. Итак, штука в том, что Россия по мнению Вашингтона действует неправильно в мировой политике, захватывает Крым и продолжает и поддерживает кровавого диктатора Башара аэрофлота. Именно поэтому Соединенные Штаты как самая главная страна в мире чувствуют моральный и долг наказать Россию и Путина. С проблемами столкнулись не только пилоты аэрофлота, но и сборная по вольной борьбе и одна высокопоставленная болевина. Одного высокопоставленного театра. Им отказано визе в США. Для болелины это мелочь. Ну, не дала она там концерты что? С того. А вот удар по вольникам это более болезненно. Среди них ведь есть те, кто мог вполне претендовать на титул чемпиона мира или же на медаль. Но нет, в дело вмешалась политика колькому в Кремле они это еще припомнят, будьте уверены. Из-за бездарной внутренней и внешней политики нашей спортсмены лишились права выступать на мира. И это ведь только начало. Кстати говоря, уже появилась информация, я вчера видел, что Международный Олимпийский Комитет ограничит квоты россиян, ну, то есть количество наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх по сравнению с другими странами. Вот уже пошли террительные меры. И это только начало. Например, в 2026 году пройдет чемпионат мира по футболу в Соединенных Штатах. Конечно, такой даты еще очень далеко, но вполне может так случиться, что наши отберутся и не смогут выступить, как на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. Интересный факт. Сообщение о проблем с визами пришло сразу после вчерашнего сообщения, что Росавиация продлила контакт с властями США об использовании российского неба авиакомпаниями США для полетов в Азию. И наш МИД тут же нахмурился. Но бьет-то он в основном по аэрофлоту, а не по Американ Эйрлайнс. Потому что власти России официально продлили разрешение летать в российском небе Американ Эйрлайнс. Аэрофлоту могут запретить летать в США. То, что в США летает только одна да и то госкомпания России, это говорит о плачевном состоянии российской авиации. Помните Трансавиа? Трансавиа, да. Забудьте. А лучше представьте другое. Вот у вас российский высокоинтеллектуальный бизнес, что уже по меркам российского бизнеса очень круто. И вам надо искать рынки самый богатый рынок это Китай и США. Не будем сейчас про Китай, будем про США. И вам надо ехать на конференцию в Силиконовую долину. Но у вас в лучшем случае отбирают бизнес, а в худшем его вообще запрещают в России. А чтобы вы наверняка не набрались опыта, как развивать компанию, а не как ее профукать, то для вас приятный бонус. Нет прямого сообщения, со второй экономикой мира. Ну и как многие говорят с первой. Тут ведутся споры, но в общем с одной из главных экономик мира. Данная визовая блокада удаляет и по самому МИДу, как теперь они будут летать на Совет, как они будут летать в ООН. А через третьи страны и то, если власти США, где штаб-квартира находят странные организации со счет пребывания российских чиновников в Нью-Йорке нужным для их страны. То есть вполне может так получиться, что чиновники от МИДа будет запрещен въезд в организацию объединенных наций по той простой причине, что она находится на территории США. Вот где мощь. В Соединенных Штатах Америки, а вовсе не в России, матушки, уже, кстати говоря, случаи были, как российских дипломатов, которые работали не только в посольстве России в США, но и в ООН, их выкидывали ну, то есть не выкидывали, а отправлялись домой власти США, называя их шпионами. Так будет и впредь. Остается только надеяться на то, что пароходы не отменят через Тихий океан, а вместо телеграмма вновь будет телеграф, как сто лет назад. О, пятница. аналитики заявили об опасности разгрома России в новой Крымской войне. Сайт Топ Вар опубликовал материал, в котором проводятся параллели между нынешней обстановкой Крыму и событиями Крымской войны. В наши дни могут реализоваться сценарий, в котором Россия будет противостоять в одиночку к коварным силам Запада из-за столкновения интересов крупнейших держав на Ближнем Востоке. Турция не может и не является союзником России из-за выбранного пути Эрдогана, создания турецкого халифата, с идеологией пантюркизм, панеламизм и нео-османизм, что переводится как Крым не ваш, а наш, то есть турецкий. Такой курс противоречит национальным интересам России априори. А что касается отношения Ирана и России, то Иран вскоре может оказаться под прямым ударом Запада, как экономическим, так и ракетным. Китай, кстати, тоже ведет свою игру. Им нужен торговый товарный тоже путь в Европу, а не Союз России. И это мы с вами прекрасно увидели в совбезе ООН, когда Китай воздержался по резолюции ситуации в Сирии, когда Трамп применял вот эти самые свои ракеты, которые я показывал в начале программы. Москва, оппозицию Пекина трактует в свою пользу. Но когда речь идет о ракетном ударе по союзнику России тире Путина Асаду, в этой ситуации воздержание при голосовании о ракетном ударе, это хоть косвенное, но одобрение этого самого ракетного удара, но никак не наоборот. Молчание, то есть воздержание в Совете Безопасности ООН, это знак согласия с позицией Запада по данной стране. Конфликт на Ближнем Востоке вполне будет существенно расширен странами Запада, да, чтобы больше россиян там погибли, к сожалению, но это факт, ведь в политике нет частных людей, абсолютно нет. Полагают авторы статьи, и может привести к поражению России, которое она уже терпит, сказав, что будет сбивать американские ракеты, самолеты и корабли при нанесении ракетного удара по Сирии, но так этого и не сделав. Чтобы избежать разгрома, Москва должна занять более жесткую позицию по Сирии, потребовав вывести американские войска с территории Сирии. Решительные действия России заставят отступить коалицию в главе США. Не согласен с авторами статьи в этой части. США точно не отступит, а будет как в Афгане, когда вся военная мощь СССР воевала с обычными, хоть и подготовленными в ЦРУ, племенами и проиграла. на мой взгляд, после повторной атаки Трампа на Сирию, а это не первая атака, это вторая атака, если Россия потребует от США вывести свои войска, то генералы в Пентагоне просто рассмеются нам в ответ, ибо Трамп сказал, что ракеты прилетят, и ракеты действительно прилетели, а Путин сказал, что эти самые ракеты будут сбиты, но так их и не сбил. Это говорит о том, кто человек, дело и слово, а кто, как говорит на Украине, уйло, я тут пропускаю одну букву на х, х, букву х пропускаю в этом слове, из-за того, что постоянно врет. Про Турцию я согласен с аргументами недели, Эрдоган заставлял Россию поставить туда наше С-400 в Турцию и посоль для турков атомную электростанцию, которая нужна властям Турции не для обеспечения электричества своих граждан, а в первую очередь для создания компактной атомной бомбы. Причем, учитесь, как надо выстроить палечку, Эрдоган заставил эту самую электростанцию строить Путина практически на свои деньги. Конфликт России с Турцией неизбежен. Нашему флоту нужен проход в Средиземное море для обеспечения безопасности наших баз в Сирии, а турки могут наплевать на конвенцию МАРТРЁ и, к примеру, сбросить на Севастополь атомную бомбу. Уверен, кстати, что Путин промолчит и в этом случае. И вместо спасения крымчан от мифических укронацистов и укрофашистов крымчане получат ядерный грипп от Турции и Путина, можно сказать, на свою голову. Даже если этого не случится, война с Турцией в том или ином виде на территории Крыма неизбежна и гарантированно просто потому, что на территории Крыма есть целый весьма мятежный район в своей столице Бахчисарай. Он довольно-таки про-турецкий район Крыма, не надо тут заблуждаться, не про-российский, который поддержал Украину в событиях 2014 года, из-за чего его равняют землей ФСБ. Ну да, это не телеграмм, конечно, блокировать. Но крымчане назад в Украину выехать не получится, ибо Петро Алексеевич Порошенко внес закон в Верховную Раду, по которому крымчанам будет запрещен въезд в Украину с Турцией. Конфликт с Украиной. Можно забыть про нормальную работу в Крыму, связанную с морским делом, потому что с Украиной идет война, да, любые российские суда там арестовываются, как мы видим, с Турцией не сейчас война, но вполне вполне возможно. Я сейчас не про флот говорю, а про частные перевозки. А что касается Таммани, Таммани товары Крыма нахрен не сдались. Им бы свое сбыть на своих рынках. Что можно сделать, так это вывести свои войска из Сирии, пусть Эрдоган там перегрызется с Асадом и американцами из-за курдов, и надо поддержать Тегеран. Надо поддерживать Иран, потому что Иран фактически не дает американцам и их союзникам выйти в Каспийское море, а там уже и до Астрахани и до Волги недалеко с вытекающими последствиями против России, как в военной сфере, так и в экономической. Вот так вот, вот так вот, дорогие крымчане. Так что вы не думали в 2014 году, ну, точнее, вы как думали, но слишком быстро вы подумали в Россию слишком быстро. Да, и, кстати говоря, авианосец адмирал Кузнецов был признан худшим авианосцем в мире, так что даже российские авианосец вас не спасет от войны либо с Турцией, либо с Украиной, это пока непонятно, но, тем не менее, вас это не спасет и война в Крыму будет в ближайшем времени все равно. В том или ином виде, к сожалению, это надо тоже признать и учитывать. Ну, программа наша завершена. Единственное, небольшое, маленькое объявление. Алексей Навальный, который я уже упоминал, лидер российской оппозиции, призвал 5.05 выйти массово на улице. Ну, скажем, именно так, с этой формулировочкой. И поэтому я решил его в этом поддержать и организовать свой митинг в поддержку Навального в своей деревне. Итак, 5.05, примерно, дату я уточню на следующей неделе, но примерно после 15.00. Жду вас в поселке Старосемейкино Красноглинского района, ой, прошу прощения, Красноярского, да, прошу прощения. Так, жду вас в поселке Старосемейкино Красноярского района Самарской области Привозского федерального округа. Вот на этом гараже, чтобы провести акцию протеста. И акцию в поддержку Алексея Навального. Ну что ж, вот на этом все. Увидимся. До свидания. Пока.